ДИНАРО И ШУКИЖАНОВЫ ДИНАРО И ШУКИЖАНОВЫ СКЛОНЯюсь к тому, что общественный контроль нужен, и мы видим, что уже по практике, когда подключается общественный контроль, это происходит более качественно, более оперативно, с учетом мнения общества. И тут, я думаю, что в основном все согласятся, что общественный контроль необходим. С точки зрения того, сколько времени нужно для того, чтобы сейчас решить вопрос с инфраструктурой в городе Астана, могу однозначно сказать, как производственник, это не быстро. То есть мы на текущий момент все прекрасно понимаем уровень изношенности ТЭЦа и с какими проблемами мы сталкиваемся. Поэтому, наверное, важно, что мы признали эту проблему, не умалчиваем о ней и говорим, но, наверное, нужно честно определить, что необходимо делать, определить, какой износ состояния инфраструктуры на текущий момент и степ-бай-степ идти. Потому что на текущий момент за месяц привести инфраструктуру в порядок и обеспечить водой, теплоснабжением в столицу невозможно. И это невозможно даже на примере одного небольшого предприятия. Поэтому тут нужна дорожная карта, четкий план действий с обозначением проблематики, пониманием того, сколько необходимо финансирование на это все и поэтапное восстановление. Президент Токаев также высказался сегодня по поводу точечной застройки, тоже очень болезненный вопрос, который отчасти и привела к коллапсу в системе ЖКХ. Также было дано поручение по активизации сноса ветхого и аварийного жилья. И здесь более активную позицию мог бы занять бизнес. Как вы думаете, что необходимо сделать или какие условия создать для как раз-таки этого активного вовлечения бизнеса в этот вопрос? Я думаю, тут нужен открытый честный диалог. Я думаю, что бизнес готов в это вовлекаться. Но при этом нужно понимать, что и бизнес должен понимать, что он получит, то есть что необходимо застраивать, что будет сноситься, будет ли подведена инфраструктура. Это опять к вопросу наличия инфраструктуры. Тут, я думаю, нужно садиться за стол администрации города, представителям правительства, бизнесу, общественности и честно начинать вести диалог, что нужно делать, чтобы бизнес вовлекался, что нужно делать, чтобы общественность шла навстречу и что необходимо делать со стороны государственных органов. А что касается благоустройства и развития инфраструктуры города, что, на ваш взгляд, поможет Астане обрести свой уникальный архитектурный стиль? Я думаю, в первую очередь нужно спрашивать у жителей города, безусловно, сохранять свою андентику, потому что мы очень в этом направлении развиваемся. И очень часто, когда приезжают мои друзья, коллеги из других стран, они говорят о том, что да, у вас чувствуется определенный стиль, но не хватает. Вот знаете, когда ты там, допустим, прилетаешь в Грузию, ты понимаешь, ты в Грузии, да? Ты прилетаешь в Турцию, ты понимаешь, ты в Турции. Вот здесь, может быть, наши немножко этничности добавлять с точки зрения развития вот именно архитектурного стиля. Спасибо большое, Динар, за то, что уделили нам время и ответили на наши вопросы. Я напомню, с нами на видеосвязи был депутат Мажелиса парламента Динара Шукижанова. Мы продолжим наш эфир.